всем привет дорогие друзья из солнечной анталии привет мы находимся в анталии сегодня 27 марта воскресенье и как всегда мы отправляемся в невероятное путешествие те места по воскресеньям ездим в те места где мы никогда не были в одном из наших предыдущих видео мы были в олимпусе поднимались по канатной дороге на самую гору поэтому смотрите в описании к этому видео ссылку и обязательно посмотрите это видео это невероятное приключение обязательно отправимся туда и летом а сейчас мы отправляемся на говнолыжный курорт саклы кент как вы видите погода стоит потрясающая конец марта очень тепло но на горнолыжном курорте очень очень много снега поэтому попытаемся туда добраться покажем вам все расскажем о ценах оборудования о том что есть на этом курорте поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх у нас все только самое интересное и полезное о жизни отдыхе и бизнесе в турции покажу вам немного нашу дорогу мы сейчас едем по объездной дороге вокруг анталии и посмотрите вот там вот вдалеке виднеются горы заснеженные горные вершины посмотрите какая красота снега очень очень много и я смотрела в группе горнолыжного курорта где публикуют последние новости и фотографии ребята писали что все канатные дороги работают курорт открыт и очень много снега все друзья мы уже повернули в сторону сокол кента движемся напрямую кстати сегодня воскресенье вот посмотрите ребята видите играют футбол на улице очень очень тепло и сейчас сегодня воскресенье и вот эта вот дорога ведет напрямую в горнолыжный курорт и посмотрите сколько народа кстати не все ездят на курорт кататься на лыжах или на сноубордах это место очень популярная для пикников кстати сокол кент это один из самых теплых горнолыжных курортов турции и находится он всего в 40 километрах от антальи и в один день вы можете и купаться в море находиться на пляже наслаждаться от этой потрясающей погодой и подняться наверх на высоту 2500 метров высота курорта 2500 метров и очутиться в настоящей зиме в общем это просто одно из самых уникальных мест в мире ну а мы продолжаем нашу дорогу наверх друзья как вы видите мы начали уже подъем наверх горы здесь кстати по дороге очень много места для пикников есть небольшое озеро есть водопад в общем очень интересные места сейчас покажу вам дорогу вот так вот выглядит дорога и она постепенно постепенно ведет наверх кстати зимой здесь может быть скользко может быть снег поэтому обязательно нужно ездить на зимней режиме резине либо с цепями вот вы видите поднимаемся наверх их дорога постепенно приведет на скалы горнолыжному курорту вот так вот друзья выглядит вот эта горная дорога видите она такая очень много поворотов и все время все время подъем но очень и очень красиво а представьте зимой когда здесь много снега особенно красиво когда деревья в снегу и дорога тоже в снегу кстати летом сюда тоже можно приезжать как я уже сказала здесь много зон для пикников и на самом курорте конечно же снега нет летом но люди приезжают для того чтобы отдыхать делать барбекю ну или просто гулять в лесу на свежем воздухе поэтому курорт открыт круглый год есть и гостиницы есть и гостевые дома поэтому можно останавливаться на несколько дней и проводить время на природе видны первые заснеженные вершины гор друзья вот именно в ту сторону мы и направляемся кстати на курорте саклы кент на несколько трасс несколько лифтов есть обучающие курсы есть трассы для детей в общем как для начинающих так и для профессиональных лыжников сноубордистов есть все условия снег все ближе и ближе и как я уже говорила зимой здесь снега очень много эта дорога даже бывает закрыта а мы продолжаем наше движение в сторону курорта мы сейчас находимся вот здесь и осталось совсем немного несмотря на то что по километрам недалеко но едем уже достаточно долго потому что дорога как вы видите вот такая вот очень-очень извилистая ну что друзья мы практически в нескольких километрах от горнолыжного курорта как вы видели очень много снега дорога потрясающая на дороге нет снега совершенно но снег вокруг по пути мы видели много машин которые останавливаются на пикнике есть так также небольшие кафе где можно выпить чай посмотреть какая потрясающая панорама открывается и все мы уже практически на курорте друзья мы уже на саклкенте я уже успела прокатиться мы уже успели покушать в общем сейчас вам покажу что здесь происходит за мной стоянка на стоянку приезжаете паркуйте автомобиль и сразу попадаете вот сюда здесь находятся туалеты можно снять взять в аренду одежду у нас одежда своя я только беру сноуборд и ботинки также там находятся туалеты чуть выше кафе и сами трассы то что касается трассы и подъем не подъемников видите здесь несколько подъемников подъемник сидячий и с той стороны подъемник стоячий и здесь находятся туалеты и аренда оборудования оборудование стоит ботинки и сноуборд 300 лир туалет стоит 3 лиры вот таким вот образом здесь выглядит прокат оборудование работает с 9 до 7 видите есть и барш детский лифт они все открыты и стоимость подъема 5 подъемов 100 лир 50 лир депозит 10 подъемов 180 50 800 если вы хотите подняться туда-обратно просто просто без оборудования стоит 50 лир и далее здесь такая достаточно большая территория есть кафе где можно посидеть отдохнуть и я уже прокатилась кстати есть здесь и учителя можно брать уроки катания на сноуборде и есть место где дети катаются на санках на так называемых ватрушках друзья здесь находятся два подъемника кстати все очень близко компактно расположена дальше находится большой склон и далее с той стороны если повернуться вот в ту сторону находится детская горка где дети катаются на ватрушках вот здесь вот склон где дети катаются на санках и на ватрушках видите очень многие приходят кстати со своими стульчиками для пикника и между катаниями чай я не знаю делают пикники и так далее кстати то что касается время открытия с 8 до 6 работает этот горнолыжный курорт 5 часов я вам уже показывала 5 часов нужно отдавать оборудование вот таким вот образом здесь обучают детей и здесь также народ поднимается поднимается наверх на склон можно подняться на сидячем а можно вот таким образом таким образом лучше для лыж конечно для сноуборда не совсем подходит а сноубордисты поднимаются на сиденья кстати погода очень теплая невероятно жарко плюсовая температура и снег скажу вам мне не очень нравится потому что он очень влажный и но не комфортно кататься когда минусовая температура вот как мы катались мурманский с егором просто шикарно было кто-то спускается на сноуборде вниз вот эта вот трасса она более или менее для таких новичков все-таки не профессионалов а профессионалы уже видите едут с той стороны вот кто-то упал я тоже пока к снегу не привыкла падала ну что друзья я забралась уже повыше со второго раза я уже привыкла к снегу поэтому прошу прощения 10 раз скачу здесь и потом поеду на самый верх я увидела трассу народ спускается оттуда поэтому я думаю что если я здесь 10 раз прокачивать потренируюсь то 1 5 наверное уже попробую спуститься с большой горы потихонечку но как я вам и сказала снег на посадить вот уже уже практически лед то есть он настолько влажный что я по такому снегу еще не каталась но а профессионалом наверное не знаю кстати мой брат смотрит это видео он профи сноуборда поэтому егор напиши пожалуйста как тебе вот такой вот снег по такому снегу кататься хорошо нехорошо потому что мы катались раньше по мягкому снегу в минусовую температуру шикарно а здесь вот видите вода и очень-очень жарко друзья я уже на канатной дороге на подъемнике я еду на самый верх кстати когда вы катаетесь на сноубордах на лыжах на велосипедах неважно на чем на мопедах обязательно не забывайте о безопасности не забывайте никогда надевать шлемы каски и маски для того чтобы себя защитить подъемник как я говорила пять раз стоит 100 лет я взяла на пять раз я думаю что на сегодня мне хватит я уже пробных четыре раза скатилась не поднимаясь на подъемники а пешком для того чтобы попробовать снег приноровилась сейчас буду пробовать скатиться сверху с горки для не профессионал сейчас вам покажу разницу смотрите здесь есть две такие объездные дороги скажем так вот эти ребята супер мега профи они видите гонят вот с этой дороги со вот этого вот склона а я поеду вот так вот вокруг вот видите сноубордисты сидят отдыхают вот я поеду вот так вот по чуть-чуть вокруг вокруг а вот эти ребята просто супер мега профи кстати в норвегии я каталась вот с таких вот склонов это было просто нереально круто мой брат тоже профи катается с таких склонов посмотрите это просто невероятный кайф это просто фантастика сноубордист значит едет ага сноубордистка молодец молодцы ребята в общем я поднимаюсь на самый верх на высоту 2300 метров здесь две остановки мне посоветовали ехать на самый верх просто потрясающе всем советую всем советую вначале я говорила что снег не очень да снег уже тает уже видно какие-то проплешины но это невероятное удовольствие просто невероятно ну что друзья я на самом верху на второй станции покажу вам сейчас вид вид здесь просто бомбезный ребята скорее всего здесь профессионалы я не знаю как я поеду но посмотрите что меня ждет впереди вот такая вот здесь красота смотрите друзья мой последний спуск сегодня погода просто потрясающе потрясающий склон спустилась я порядка семи-восьми раз в общем всем советую очень-очень классно а вот такая вот панорама открывается когда начинаешь спускаться вниз смотрите какая красота просто потрясающе я на самом деле в невероятном неописуемом восторге вам всем советую ну а я поехала дальше все друзья я спустилась и ужасно устала но это было кайфово айхан тащит мой сноуборд сейчас все сдадим и будем пить горячий чай и поедем домой снег уже тает видите и даже наверху уже спускаться не очень комфортно потому что все тает и сноуборд застревает отдохнули вдоволь устали я надеюсь что вам понравилось наше видео так же как нам понравилось пребывание на саклакенте поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх и приезжайте в аланию в турцию и изведайте классные места турция невероятно для всех в любое в любое время года я с вами прощаюсь всем всего хорошего пока 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 пока